Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я думаю, что совершенно прагматичному поступаем, вонося на рассмотрение нашего собрания, эту резолюцию. Резолюция, которая самым активным образом первоначально готовилась во всех шести фракциях Европейского парламента, и к 12 числу каждая фракция предлагала свой вариант. Чем объяснить, вопрос неизбежный, чем объяснить такого рода очередную вспышку на основе русофобий, на основе антироссийских взглядов и подходов именно в этот период? У Европейского парламента своя судьба. Он нужен и Совету Евросоюза и Европейской комиссии для того, чтобы озвучивать неприятные вещи. Если говорит Европейский парламент, ждите какое-то решение непозитивное, неположительное со стороны исполнительных структур Европейского союза. Когда я прочитал резолюцию сегодня ночью, у меня возникла как реакция спонтанно фраза дежавю. Уже видели, уже слышали. И в принципе, можно, конечно, удивляться тому, что появляются такого рода документы, несмотря и вопреки нашему активному взаимодействию в торгово-экономической среде, в сфере правосудия и взаимодействия по гражданским уголовным делам с Европейским союзом. Совсем недавно была принята очень интересная программа сотрудничества с сферой энергетики до 2050 года. Сделаны первые серьезные шаги по сотрудничеству в сфере военной и обороны. Тем не менее, мы должны знать, что русофобские силы были, будут присутствовать в этом серьезном политическом институте. Такого рода жесткая реакция объясняется и в приближающемся в 2014 году выборах Европарламента. Она объясняется также тем, что в последнее время на Европейский парламент сильнейшее давление было оказано действиями силовых структур Соединенных Штатов Америки, факты которой всклыли по работе Агентства национальной безопасности США, ЦРУ, Объединенного комитета разведки и многих других силовых структур США по сбору информации над своими прямыми органичными сотрудниками. Конечно, эти факты не могли не принять в лице Европейского парламента какую-то жесткую установку. Если рассматривать текст этой резолюции 28-26, то, наверное, надо употреблять такие слова, как диктат, давление, дефлукции и многие-многие другие, которые не содействуют позитивному развитию диалога Москвы и Брюсселя, которые не отвечают требованиям духу и буху стратегического партнерства. Я специально прочитал несколько раз этот документ в поисках ключевой фразы «стратегический партнер». И те из вас, кто внимательно посмотрит этот документ, обнаружат, что парламент, обвиняя Российскую Федерацию в так называемых нарушениях суверенитета, принципов уважения, немешательства и многие-многие другие, на самом деле сам встал на путь нарушения общепризнанных норм и принципов международного права, в том числе закрепленных в уставе ООН и в декларации принципов международного права Хельсинского совещания 1975 года. Что делать? Естественно, этот вопрос очень актуален. И здесь я буквально коротко скажу о той вещи, которая меня давно тревожит, о которой я писал и в международной жизни, и в российской газете, и в парламентской нашей газете. Мы очень часто остаём в реакции на те процессы, которые происходят в международной парламентской дипломатической среде. Мы очень часто пытаемся выработать точку зрения, когда надо работать быстро, адекватно, в координации с Министерством иностранных дел. Вот с моей точки зрения, Сергей Евгеньевич, Российская Федерация, российская дипломатия, парламентская дипломатия, как раз имеет в преддверии очень важной годовщины 70-летия Организации Объединённых Наций, имеет возможности заявить о наведении как бы порядка. И мне кажется, что Российская Федерация могла бы выступить, по крайней мере, с двумя инициативами для того, чтобы повысить эффективность, оптимизировать парламентскую дипломатию. Это предложить на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи в 2015 году принятие документа, который, может быть, назван как ООН и современный парламентализм, и, кроме того, начать разработку с нашими партнёрами, а такие государств есть, такие парламентарии существуют, кодексов цивилизованного поведения современного парламентаризма. Европейский Союз и его институты будут работать против России. Этот документ, как это непарадоксально прозвучит, показывает, что к России относятся ещё более серьёзнее, чем раньше. С Россией надо им находить общий разговор. И для этого ещё одна проблема, которая меня по-настоящему волнует. Поэтому парламентскими контактами, парламентским сотрудничеством нужно заниматься не только представителем Министерства иностранных дел, но и представителем Государственной Думы и Совета Федерации. В парламенте Евросоюза находятся люди, которые очень хорошо знают эту политическую кухню, которые ставят свои цели, которые работают конъюнктурно. Не случайно под этим документом 28-26 свои подписи поставили все бывшие и действующие руководители группы партнёрства с Российской Федерацией, с Российским парламентом. Тренд русофобский есть. Он будет существовать. Поэтому нам предстоит очень большая и серьёзная работа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.